Пожалуйста, вот галенит, который запускает практически всем почвам, он имеет тот же возраст, что и вот эти почвы? Или все-таки там какие-то другие факторы были, при которых он образовался? Мы считаем, что он очень дедный, я здесь не показала, но поскольку очень много было всего другого, интересно показать. Мы изучили галенит и его структурные особенности. В частности, есть возможность изучить прородитель галенита. В частности, то, что касается нижних, нижних полиопущих, сформированных на продуктах выветривания протиразонского гранитного фундамента, они имеют одни характеристики, а то, что касается верхних, на оборудах основного и зрения его состава, это принципиально другие характеристики структуры галенитов. Мы считаем, что это аутигенный продукт выветривания, причем базоват. Они присутствуют благодаря климату и длительности пущего образования. Безусловно, это были очень длительные этапы и климат. То есть это то, что отвечает в наши дни тропическому типу пущего образования. Какая алюминингититовая ассоциация. Вы знаете, я задам один вопрос, только вы не расцениваете это как подвох или что-нибудь. Очень интересная работа, я считаю, что она для палеонтологии очень важна. Вы не можете мне сказать астрофизический аспект. Что эта работа дает астрофизике? Это же у нас астрофизический аспект, правильно? Да. Придумывайте. Астро биологическое. Астро биологическое, правильно, хорошо. Нет, ну астро биологическое, правильно, ну ошибся я в слове. Вот именно вот это. В плане этого я постаралась на заключительном слайде показать, в частности, наши подходы геохимические. Я считаю, что они важны. В частности, рассчитанные на величину отношений. Например, даже не видя объекта. Это чисто геология, да? Чисто геохимия. Нет, она относится к биологии, поскольку, например, величина отношений, значит, поведение в профиле отношений марганец к алюминию, вот очень важный показатель, но марганец это важнейший биофильный элемент. Вот в данном случае, значит, вот величина отношений характеризует биологическую продуктивность системы. Это то же самое, что Алексей Юрьевич говорил, что вот геологические породы имеют отношение к возможным отношениям, вот к микроорганизмам, которые с ними взаимодействуют, или их образуют, или наоборот. Да, ну плюс я хотела сказать, что вот удивительно, на мой взгляд, я не вариант, вот на самом деле, я геохимик, христологов и так далее, вот для меня именно факт вот того, что такое разнообразие, и вот в момент, вот, начиная, если посмотреть силур, сравнить силур, почву силура, бескорневые, и Девон, вот настолько проработанные корневыми системами, значит, вот, вот, почвы, на мой взгляд, они, ну, за исключением того, что они, значит, находятся в литифицированном состоянии, по всем остальным параметрам, они, ну, просто отвечают современному, современному почву, хотя бы, да, не имеют такого множества.